Благоустройство Малой Родины на средства гранта. В окружной столице подвели итоги конкурса среди муниципальных образований в рамках инициативного бюджетирования. Грант позволяет обустроить парки и скверы, построить детские и спортивные площадки, провести озеленение, восстановить тротуары и освещение или привести в порядок другие значимые территории. Всего в конкурсе в рамках инициативного бюджетирования участвовали 16 проектов из 10 поселений. О победителях расскажет Любовь Пермякова. 16 проектов от 10 муниципальных образований боролись за право получить средства на благоустройство сельских поселений. Какую именно территорию нужно привести в порядок решали сами жители. Особенность этих проектов это привлечение населения и их прямое участие граждан в реализации этих проектов. В этом самый эффект, потому что граждане вкладывают деньги и потом сами контролируют качество работ и потом сами смотрят за эксплуатацией этих объектов, которые благодаря их же труду возникают у нас на территориях населенных пунктов. Кроме личного участия граждан в разработке проекта и его дальнейшей реализации при оценке конкурсантов, комиссия учитывала объем вложенных средств из местного бюджета, он должен был составлять не менее 10%. Приветствовалось и участие предпринимателей. В итоге финансирование в зависимости от набранных баллов получили городское и муниципальное образование и пять сельских поселений. В число победителей вошел и Приморско-Куйский сельсовет. Мы выходили с двумя проектами. Это благоустройство территории общественного делового центра улица Новая, дом 5. И второе – это устройство пешеходных дорожек поселка Красная. То есть состыковать здания... Ну, цель была состыковать все социальные фактические здания как бы пешей доступностью. То есть по одному проекту, там у нас не благоустройство общественной территории, но он небольшой, там порядка 300 тысяч – это устройство декоративного ограждения, там как бы... Ну, и такой, скажем так, красивого вида планируем до 1 ноября работы выполнить. А все, что касается пешеходных дорожек, то есть в этом году и часть уйдет в следующий год. Всего на реализации этих двух проектов Приморско-Куйский сельсовет получит более 1 миллиона рублей. Благоустроит свою территорию в этом году и Пешский сельсовет. Получили денежки на благоустройство ограды, на замену ограды на кладбище на месте захоронения в селе Нижняя Пеша и установку, то есть замену деревянной ограды на железную у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Нижняя Пеша. Всего на замену ограждений Пешский сельсовет получит грант в размере более 800 тысяч рублей. Еще один сельсовет, Хасида Харский, порадует своих самых маленьких жителей. Детская площадка «Дворик детства» скоро появится в поселке Харута. Также благодаря окружной поддержке в центре села Великовисочного обустроят парковую зону отдыха с беседкой, скамейками и тротуарной плиткой. В целом по округу благоустроят более 10 территорий, за которыми впоследствии будут ухаживать сами граждане. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.